Всем привет! У нас сегодня новый видео обзор и как вы можете видеть, в этот раз мы поговорим о новинке от компании ICM. Отлита она в 72 масштабе и копирует U2PO2VS, то есть это советский легкий ночной бомбардировщик времен Второй Мировой. Вы в принципе можете видеть его вот на боксарте. Ну, BIP-1, традиционный PO-2. И в принципе этот набор интересен тем, что это полностью новый пластик. Некоторые могут сказать, что они уже наверняка собирали или видели этот набор. Нет, это не так, потому что здесь мы имеем дело с полностью обновленным набором, моделью. То есть здесь уже использованы новые технологии для литья. И у нас вот коммерческий образец, мы можем рассмотреть его поближе. Итак, во-первых, здесь как бы коробка стандартных размеров. Вот вы можете видеть сравнение с моей рукой. Боксарт очень такой симпатичный. На одной из сторон здесь распечатана историческая заметка информации о наборе. Размах крыла будет 158 мм и 102 детали внутри. Не очень, конечно, прикольно, когда черный текст печатает на черном фоне. Очень сильно надеюсь, что это как-нибудь исправит. С другой стороны у нас здесь идет вариант окраски. Тот же самый, который изображен на боксарте. Но я думаю, в комплекте будет еще несколько. Давайте откроем коробку. В принципе, дизайн коробки традиционен для i7. Вот вы можете видеть то, что тонкая крышка и коробка из плотного картона под ней. Литники наверняка уложены в один пластиковый пакет. Сейчас откроем и рассмотрим, что здесь внутри. Вот. Собственно, инструкция сверху. Инструкцию мы будем рассматривать попозже. Начнем с пластика, разумеется. Но здесь не густо, конечно, с рамками. Потому что, ну, это набор 72-го масштаба. Тем более, биплан второй мировой. Он невелик по размерам. Поэтому неудивительно то, что здесь несколько рамок. И, в принципе, на этом все заканчивается. Сейчас вот коробка была немного грязноватая. Вот чуть-чуть почистим мат. И откроем этот пластиковый пакет. Итак, что у нас здесь внутри? Во-первых, ну, можно заметить то, что самая крупная рамка. На ней уместились все детали. Но я хотел бы начать с вот этой. Вот. Она предназначена для бомбардировочной версии. Как вы можете видеть, у нас здесь идут пилоны, бомбы. И несколько, вернее, один пулемет, как я вижу. Но, в принципе, качество летя хорошее. Внутри у нас вот есть направляющие, которые должны пригодиться при сборке. Ну, и, в принципе, я думаю, особых проблем не должно возникнуть. Точки крепления также не критичны здесь. Или питатели, как некоторым нравится говорить. Тем не менее, литье выглядит опрятно. Здесь никаких нареканий нет. Сейчас вот отдалим. И попробуем теперь рассмотреть следующую рамку. Собственно, на ней как раз и уместились все детали. Еще раз повторюсь, это полностью новый пластик. То есть, здесь были пересмотрены проработка фюзеляжа, двигателя, кабины. И, в целом, как бы внешняя проработка улучшена. Вы можете обратить внимание также, что на правой половине у нас есть киль. В принципе, оба крыла отлиты цельными, что очень даже хорошо. И точки крепления на одном размещены на передней кромке, что не очень круто, конечно. Поэтому придется аккуратно отделять. Потому что вы можете заметить, что питатели немного заходят на саму поверхность крыла. Кстати, вот вы можете видеть двигатель, который тоже выглядит неплохо для 7.2 масштаба. Вот вы можете видеть сравнение с моим пальцем. Это небольшая деталь. Может показаться, конечно, то, что она большая. Вот одна из половин фюзеляжа. Далее следует винт на одной точке крепления. Еще детали двигателя. Несколько деталей для кабины. И еще одна половина фюзеляжа. Кстати, вот сейчас попробуем перевернуть. Внутри тоже есть неплохая проработка. Есть направляющие штифты, которые помогут со стыковкой. Ну и, в принципе, если постараться с окраской, то можно даже из коробку превратить в очень привлекательный вариант. В принципе, я думаю, для 7.2 масштаба этого должно быть более чем достаточно. Если же вам захочется чего-то большего, то стоит дождаться автомаркета с их травлением. Далее, что у нас следует. Сейчас момент. Вот еще один пластиковый пакет. Здесь, как обычно, спрятан прозрачный литник. То есть, чтобы избежать возможных царапин. Здесь у нас идут детали для фонаря. Для передних лобовых стеклов на обеих местах. Сейчас вот мы приблизим снова. Вот вы можете видеть их поближе. В принципе, качество литя очень хорошее. Масок в комплекте нет, напомню еще раз. Но, я думаю, здесь можно как-то попытаться вырезать вот эти вот остроконечные маски. И, в принципе, других проблем я особо даже не вижу. Ну, опять же, и может быть даже Aftermarket выпустит какой-нибудь свой вариант. Поэтому, здесь уже выбор будет за вами. Далее, что у нас следует. Как обычно, декали уложены в инструкцию. Вот инструкция, собственно, сама. В принципе, это типичная брошюра ICM. На первой странице у нас историческая заметка с техническими характеристиками. Но, вот декали. Декали все уместились на один листок. Опять, это неудивительно. Это 72-й масштаб. И здесь вот у нас есть символ. Обратите внимание, что никаких декалей для кабины нет. Это, конечно, не очень хорошо. Потому что, ну, хотелось бы хотя бы что-нибудь для приборной доски. Или хотя бы ремни. Тем более, учитывая, что здесь кабина будет открытая. Но качество печати, еще раз повторюсь, очень хорошее. Все вот эти звезды выглядят хорошо. И, я думаю, с нанесением тоже не возникнет особых проблем. Сколько я работал с ICM с кемедикалями, все очень легко переклеилось, наносилось на модель. Итак, теперь инструкция. Как я уже говорил, на первой странице у нас историческая заметка на двух языках, технические характеристики и таблица цветов в револевских и томийских цветах. Ну, в принципе, я думаю, будет несложно их переконвертировать, если вы используете, например, гунзи. Опять же, очень распространенные краски, поэтому здесь не особо сложно это сделать. Далее идет у нас карта деталей. Обратите внимание, только три детали не будут использованы. То есть, постарайтесь ничего не потерять при сборке. Сама сборка, процесс начинается с кабины. Здесь мы берем правую половину фюзеляжа, ту, которая отлита с келем, и начинаем работать над кабиной. В принципе, здесь что у нас идет? Вот различные небольшие детали вклеиваем, затем несколько приборных досок и стенок. И затем мы закрываем уже фюзеляж. Как это неудивительно. Кстати, вот нужно будет еще просверлить стенки в фюзеляже. Не совсем пока понятно зачем, но нужно. Далее следуют вот внешние детали. Кстати, обратите внимание на членение капота. То есть, он собирается из двух половин. Мы видели его на основной рамке. И это не совсем понятно почему. Потому что здесь вот у нас возникает шов на самом видном месте. Вот он. Хотя могли бы разделить точно по расшивке, чтобы верхняя крышка была отлита одной деталью. Ну, вот. Вот так вот получилось. Придется с этим повозиться, конечно. Тем более, на капоте такое членение будет заметно. Поэтому будьте готовы к таким нюансам. Далее у нас продолжаются вот небольшие детали. Устанавливаем на фюзеляж. Устанавливаем вот эти лобовые стекла на лобо места. И здесь мы начинаем уже работу над крылом. Обратите внимание, что вот эти вот точки нужно будет рассверлить точно по размерностям. Далее мы продолжаем уже установкой пола кабины и сборкой кресел пилотов. Которые устанавливаются на это нижнее крыло. Что, в принципе, очень даже непривычно, скажем так, в плане дизайна самолета. Далее мы уже устанавливаем фюзеляж на крыло. И затем мы уже продолжаем хвостовым оперением. Устанавливаем стойки стабилизатора. Затем уже идет работа над шасси. И, в принципе, устанавливаются различные небольшие детали на крыло. Кстати, с шасси тоже придется поаккуратничать, потому что здесь нужно будет обязательно подобрать правильную подгонку между вот этими стойками шасси и колесами шасси, разумеется. И обратите внимание, что есть еще вариант сборки или на лыжах, или на колесах. То есть, скорее всего, зимний вариант идет в комплекте. Но, в принципе, очень даже круто то, что сразу из коробки мы получаем вот это вот все вместе. Не нужно дожидаться специальных каких-то вариантов. Это похвально. Далее идет сборка уже пулемета. Здесь мы продолжаем сборкой пилонов и бомб. Бомба, собственно, размещается на крыле. И затем уже начинается сборка капота из двигателя. Двигатель, кстати, очень рекомендую поработать над ним. Хоть это и 72 масштаб, он будет на всеобщем обозрении на самолете. То есть, здесь стоит его как-то выделить. И вот, собственно, кстати, 38 шагов нужно будет сделать, чтобы собрать модель. И затем уже у нас идет различные расчалки. Вот это вот все нужно будет скопировать аккуратно. И вот несколько вариантов окраски. То есть, первый идет из лета 1943-го. Второй уже зима 1942-го. Кстати, вот он на лыжах белой окраски. И здесь, вот, кстати, вы можете видеть то, что, в принципе, как раз шасси и пригодится зимнее. Ну, я считаю то, что P2 в таком варианте, вернее, P2 в таком варианте может выглядеть вполне интересно. Хотя это U2. И некоторые моделисты наверняка оценят подобный бонус сразу из коробки. Далее идет вот еще несколько P2 VS из весны 1945-го и лета 1944-го. Честно говоря, очень впечатляет то, что еще весной 1945-го летали на таких самолетах. И, в принципе, ну, это, конечно, нужно было быть очень храбрым, чтобы летать на вот таком, когда в небе уже были швальбы. Тем не менее, набор уже доступен в продаже. И, в принципе, цена довольно разумная, хоть это и новейший пластик. Вы можете купить его, например, в магазине Модели Мекс. И буду рад услышать ваше мнение об этом наборе. Естественно, как обычно, вы можете его написать в секции комментариев ниже. Я буду только рад подискутировать с вами вот здесь вот. И если видео понравилось и вы хотите помочь нам, то обязательно нажмите кнопку лайк. Это помогает нам расти. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видеообзоры. Мы увидимся в следующем видеовыпуске. Как обычно, спасибо за просмотр и пока.